Приветствую всех милых дам, всех девчулечек, красотулечек. Это видео у нас посвящено геллаку-шелаку, а именно как самому себе наносить геллак в домашних условиях. Это видео будет интересно всем, кто интересуется, какие материалы необходимы для начала работы, как наносить себе геллак, и для тех, кто уже приобрел наборы, но не закончил никаких курсов, еще не начал ходить, посещать, но уже хочет научиться, обучиться себе наносить геллак. И в этом видео я вам наглядно покажу, поэтапно, как это делать, также, какие могут быть ошибки у начинающих, как их не допускать или как исправить. Также, что делать, если есть вот такой вот проблемный ноготь. Вот, видите, как у меня. Вот, как выйти из этой ситуации. И проведем с вами небольшой эксперимент. Итак, давайте приступим. Для начала, что нам понадобится, какие материалы. Все эти материалы вы можете найти в интернете, прогуглить и купить через интернет. Продаются сразу наборами, то есть можно выбрать сразу наборами себе. Вам понадобится обязательно, как и все остальное тоже обязательно, это сам геллак. База, это основа первая, которую мы наносим. Топ, это уже последнее, как закрепляющее средство. Также нам понадобится вот такое средство. Это антисептик. Также нам еще понадобится вот такое средство. Акрил ремовер. Это когда мы снимаем геллак, шеллак. Как снять с помощью этого средства геллак, шеллак в домашних условиях. У меня есть видео на канале, и ссылку на него я оставлю внизу, под этим видео, в описании. Там есть два способа. Затем нам понадобится вот такой вот басип, как бы пилочка. Такая шершавая поверхность. Со всех сторон она у меня одинаковая. Но есть, продается, где разная поверхность. Где-то крупнее, где-то мельче. Ну, это для того, чтобы нашу пластинку подготовить для нанесения геллака. Также нам понадобятся вот такие вот тряпочки. Они гладенькие. В течение работы они тоже нам нужны, необходимы для того, чтобы протирать ноготок. В процессе вы увидите. Конечно, можно заменить ватным диском. Но ватный диск, он такой больше варсинистый. И могут оставаться волосики, что нам вообще не нужно это. Также сама лампа. Сама лампа может быть любая. Может быть бюджетный вариант. Может быть очень дорогой, какой-то крутой, совсем навороченный вариант. У нас главное, что есть кнопка включить. Вот, куда вы засовываете пальчики свои. Также есть кнопка красная. Нажимаем просто таймер. И тут таймер на 2 минуты. После 2 минут он выключается. Что очень-очень удобно. После того, как вы сделали себе маникюр, определились с формой ногтя, с длиной ногтя, вы убрали кутикулы. Либо убрали, либо хорошенько их отодвинули. Если у вас они незаметные, ну, небольшие, все равно вы пройдитесь, отодвиньте хорошенько кутикулы. После маникюра вам нужно пройтись по ноготочкам вот этим басиком. То есть по пластиночке разрыхлить ее. Вот так вот. Чтобы немного снять верхний слой пластинки самого ногтя. Чтобы он не был такой сильно гладкий. Для чего это делается? Это для того, чтобы база хорошо села на ваш ноготок и дольше продержался сам гель-лак. Все. Вот сейчас в таком состоянии наши ноготочки. Теперь нам нужно обезжирить. Берем вот это средство. Сейчас мы можем использовать ватный диск. И обезжириваем каждый ноготочек. Как вы видите, у меня на этой руке на правой уже нанесен гель-лак. И мы к этой руке вернемся позже. То есть рассмотрим, какие тут есть погрешности и ошибки. Перейдем теперь к самому процессу. Вот. Я беру базу. Это основа. Есть разные основы. Более такие жидкие, как у меня. И более густые. Для начала я вам все-таки советую более жидкими. Все-таки работать. Пока вы наловчитесь. Приспособитесь. Наносить нужно тонким слоем. Очень тоненьким. И стараться наносить до кутикулы. Не задевая ее. Теперь смотрите. Если вы заметили, что вы зашли на кутикулу, либо куда-то там на палец попали, то пальчиком... Ой, вот этой палочкой обязательно убирайте. Убирайте все ненужное. Сейчас скажу, почему. Ну, это потому, чтобы не пришлось потом переделывать. Вот. Наглядно вам покажу на мизинце. Что будет, если вы нанесете не только на ноготок, а также на кутикулу и на пальцы. Вот. Если взяли, допустим, толстый слой, его начал растекаться по всему пальцу на кутикулу, и вы не исправили этот момент. Вот оно. Видно, блестит. Ну, давайте посмотрим, что будет с этим пальчиком-мизинчиком. А сейчас мы нанесли на 4 пальчика. Этим пальчиком мы займемся позже. И отправляем на 2 минуты в нашу лампочку. Включаю. Нажимаю на красную кнопку, где таймер у нас 2 минуты. Все, девочки. Время вышло. И вот, что у нас получилось. На данном этапе мы уже своим ноготочком не прикасаемся. Не проверяем, не пальчиками не тыкаем. Зафиксировалось, высохло, не высохло. Что у нас вот получилось с этим мизинчиком. Вот. Видите? Тут уже так хорошенько зафиксировалась база. И это теперь очень тяжело исправить. И на данном этапе, если у вас такая штука получилась, что база растеклась и по пальцам, и по кутикуле, то нужно это дело исправлять. А исправить его только можно уже, если вы снимете эту базу. То есть ее нужно снимать и начинать заново. Иначе у вас будет некрасивый вид ногтика. Вот. Здесь уже оно просто задубело, зафиксировалось конкретно. Теперь мы можем наносить сам гель-лак. Вот. Вот. Открываем. Тоже наносим тоненьким слоем. Вы покупаете цвет, который вам нравится. У меня вот он такой вот. Кофе с молоком. Тоненьким слоем наносим. Опять-таки, на кутикулу, на палец не залазим. Если цвет вам такой ненасыщенный, не очень нравится, мы просто нанесем потом второй слой. Все. Все. Нанесли первый слой и отправляем опять в нашу лампочку. Итак, две минутки у нас прошло. И вот, что в итоге получилось. Теперь мы можем нанести либо второй слой, чтобы был насыщенный цвет, или сразу уже завершающий этап сделать. Это нанести топ. Он у нас зафиксирует и будет красивый вид ноготочка. Топ нужно наносить тоже тонким слоем. И сейчас я продемонстрирую вам, какие могут быть совершены ошибки на данном этапе. Наносим тоненький слой. Если вы видите, что топ растекся и вышел на пальчики, нужно это обязательно сразу убирать палочкой. Вот, допустим, он у нас растекся. Вот видите, на пальчики. С одной стороны мы убираем, а с другой стороны я оставлю и покажу, какой будет результат после того, как мы просушим в лампе. Включаем лампочку и отправляем ноготочек на две минуты. Так, время прошло и смотрите на результат. Вот, видите, вот это где блестит, это у нас нанесен топ. И он тут у нас просто задубел. Здесь уже, ну, никак не исправить. Ну, конечно, с пальчиков оно может сойти, когда вы будете мыть руки, оно все это уберется. Но здесь вот в ямочках оно останется. Вот видите, даже видно, как оно там блестит. Это везде топ. И у вас есть два выбора. Либо это все снять и нанести заново все аккуратно. Либо оставить так, как оно есть. С пальчиков это во время мытья рук у вас сойдет. Вот эта штука у вас, естественно, останется. Но уже через пару дней у вас будет отслаиваться гел-лак. Вы будете его задевать, подевать, вы будете видеть. Оно просто тут дубовое. И оно будет уже задираться, сниматься уже через пару дней, а то и на следующий день. Поэтому вот эти два пальчика я буду убирать, снимать, чтобы исправить ситуацию всю заново. То есть самое главное это для нас базу нанести аккуратно. Не толстым слоем, таким тоненьким, не попадая на пальцы, на кутикулу. И когда наносите сам топ, тоже тоненьким слоем, чтобы не попадало у вас на палец, на кутикулу. Если уже так произошло, то обязательно до того, как вы отправите пальцы в сушку, в лампочку, нужно обязательно убрать там, где все протекло. Давайте я эти два пальчика исправлю. Уберу то, что я тут нахимичила, все вот эти ошибки. Заново нанесу базу и мы перейдем к второму этапу, то есть к эксперименту, о котором я вам говорила. Девочки, ситуацию с этими пальчиками я исправила. Сняла с помощью акрил-ремовер наши погрешности, то есть наш лак, базу, гель-лак с топом. Все это сняла. Как снимается это все дело, у меня есть видео, еще раз повторюсь, на канале, и вы можете перейти по ссылочке внизу, которые я оставлю в описании под этим видео, и посмотреть, как снимать. Теперь мы перейдем к эксперименту. Какой же будет эксперимент? Допустим, на начальном этапе вы купили себе такую базу. Один цвет гель-лака, топ и сама база. А если вы хотите другой цвет, допустим, у вас есть обыкновенный лак, который цвет вам нравится очень, и вы хотели бы накрасить ногти этим цветом, и чтобы дольше продержался сам маникюр, сам лак на ноготочках. Вот как бы мы и проэкспериментируем. У меня есть такой вот лак обыкновенный, баклажанового цвета и красненький с блестками. На этой руке я нанесла уже, и сейчас я хочу вам показать, как это все происходило поэтапно. Итак, я беру лак, простой лак. Он стоит намного дешевле. Цвет мне очень понравился, такой интересный между бордовым и баклажановым. И что я делаю? Конечно, кисточка очень широкая. Наносим опять-таки тоненький слой. Если залазим на пальчик, мы будем это все дело убирать. Музыка 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 Нанесли второй слой. Если есть какие-то погрешности, с помощью ацетона и этой палочки апельсиновой мы убираем все погрешности. Вдруг лак попал на палец. Нужно это все убрать. На данном этапе пока еще все свежо. Лак сам по себе сохнет быстро, но мы еще все равно его отправим в лампочку на 2 минуты. Все, время вышло. 2 минутки прошло. Такой у нас получился цвет насыщенный, красивый. И теперь я могу добавить еще сверху вот такой вот красный перламутровый, красный такой блестящий. И будет вот так вот как на этой руке. Или оставить так же или же сверху накрасить этим еще лаком. Вот смотрите получился такой вот эффект. Интересно. И отправляю тоже в лампочку на 2 минутки. Все, время у нас вышло. И мы теперь можем покрыть топом. Зафиксировать наш лак. Покрываем сразу все пальчики тоненьким слоем. И стараемся, чтобы не выходило на кутикулы, на пальцы. Только чтобы на ноготочки был наш топ. Нанесли и сразу 4 пальчика отправляем в лампочку. Итак, 2 минуты прошло у нас. Но я вам советую топ продержать дольше, чем мы держали лак и базу. Поэтому я включаю еще раз на 2 минуты лампочку. И опять засовываю ручку в нашу лампочку. Чтобы конкретно зафиксировать топ. Мы переходим к завершающему этапу. Это мы будем снимать липкий слой. Берем опять-таки это же средство обезжиривающее. Которое мы обезжиривали наши ноготочки еще в самом начале. Такую тряпочку смачиваем. И нехитрым движением легонечко снимаем липкий слой. Все, литкий слой мы сняли. И теперь можно не бояться прикасаться к нашим ноготочкам. Сколько продержится лак, я вам обязательно напишу в комментариях под этим видео, сколько такой лак продержался на ноготках. Желательно на данном этапе какое-то время еще не прикасаться к ноготочкам. И два часа, чтобы вы не мыли руки, не мыли посуду. И контакт избежать с водой вообще на два часа. Так что сделайте себе выходной. Ничего не делайте руками. Мы перейдем к проблемному ноготку нашему. Что же нам делать в такой ситуации? Каким образом можно спасти ситуацию? Есть два способа. Либо отрезать и получится у нас такая некрасивая волна неправильной формы ноготь. Или же попытаться еще его спасти на какое-то время, ну хотя бы на неделю. И сейчас я вам продемонстрирую, как это можно сделать. Шлифуем сам ноготок. Дезинфицируем его нашим средством. Обезжириваем. И теперь нам нужно аккуратно нанести базу. Тонким слоем. Поправляем его. И начинаем с проблемной зоны. Палочкой убираем. Палочкой убираем лишнее. И отправляем пальчик в лампочку. Все, девочки, две минутки прошло. И смотрите, что произошло. Получается, мы базой закрыли вот эту заусенницу некрасиво. Вот эту уже огромную просто трещину в ноготочке. База ее захватила и закрыла. И даст нашему ноготочку прожить, ну где-то еще недельку. Хотя бы, чтобы ноготок вырос до того момента, чтобы можно было срезать и сделать красивую форму ногтю. Теперь я также накрашу наш ноготок лаком, как и предыдущие ногти, тем же цветом. Все, мы наш ноготок накрасили в два слоя. С помощью палочки и ацетоном мы исправили погрешности. И отправляю на две минутки в лампочку. Две минутки прошло, теперь также тоненьким слоем я сверху накладываю топ. Начиная с проблемной зоны. И таким образом мы зафиксируем опять наш ноготочек, лак и трещинка, которая есть у нас в самом ноготочке. И отправляю на четыре минуты. Все, девочки, ноготочек наш реанимирован. Все отлично, все замечательно. Сколько он продержится, я также напишу в комментариях внизу под этим видео. Когда вы будете заниматься ноготочками своими, вы можете сразу заниматься четырьмя ноготочками на четырех пальчиков. Нанесли базу, засунули в лампу, просушиться. После нанесли лак, засунули в лампу, просушиться. Завершающе наносите топ, просунули в лампу, просушились. И когда вы уже проделали работу с этими ноготочками, четырьмя пальчиками, вы уже занимаетесь большим пальцем. Отдельно, в последнюю очередь. Потому что, когда вы просушивать будете в лампе ноготок, то большой палец должен стоять вот так вот прямо. А если вы сразу будете заниматься пятерьма пальчиками, наносить средства на пять ноготочков сразу, и вы когда просушиваете их в лампе, засовываете руку в лампу, то большой палец, он будет вывернут вот так вот, под наклоном находиться. Прямо вы его никак не поставите. И все, что вы нанесли на палец, оно просто стечет в сторону сюда. И большая вероятность, что и база, и лак, и топ, они все протекут на эту сторону, на этот пальчик. Ну, вылезут на пальчик. И придется ноготь тогда переделывать. Вот так вот. Запомните это. Теперь вы все знаете и можете приступать к работе, наводить красоту на своих ручках. Теперь перейдем к правой ручке, изначально которой я вам показывала, что на ней уже был нанесен шелак. И какие тут есть ошибки, погрешности. Тут не убрано, полностью утикло. И поэтому такая не совсем красивая форма в начале. Ногтя получилось не совсем красиво. В этом случае, когда не вовремя убрали погрешности палочкой, и тоже в начале видно, как кусочек вырванный как будто. В этом пальчике немного выступила сама база или же топ. И тоже видно, что можно уже сразу сказать, что отсюда начнется сшелушиваться сам гель-лак. Мизинец более-менее, только нужно тут убрать лак. Ну и большой палец, тут вообще все совсем плохо. Сюда вытек топ и видно, что вот он здесь тверденький на уголку ноготочка. И с этой стороны уже тоже, возможно, через пару дней начнет слазить, отшелушиваться сам гель-лак. Такие вот могут быть ошибочки у начинающих. Но на этом не стоит останавливаться. Пробуйте, тренируйтесь. Тренируйтесь на себе, тренируйтесь на подружках. И пусть всегда ваши ноготочки будут в порядке и красивенькие. Если это видео было полезно вам, и надеюсь оно было вам полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите также другие видео. Я вам всем желаю удачи и до скорой встречи. Пока-пока.